С Минского шоссе в Заднепровье или на Кольцо космонавтов без пробок. Скоро для могилевчан и гостей областного центра это станет возможным. Трасса-дублер, к строительству которой приступят уже в мае, разгрузит транспортный поток. Кроме того, Могилев получит современную магистраль протяженностью более 7 километров. А еще развязку, два путепровода и обновленная коммуникация. Про тонкости проекта узнавала Кристина Каранкевич. Сложно представить, но еще более двух месяцев назад на этой территории стояло более 20 зданий, принадлежащих Могилевскому домостроительному комбинату. А сейчас я стою фактически на месте будущей дороги дублера. Чтобы построить дубль трассу, всего пришлось снести около трех десятков различных построек. Сейчас вывозят тысячи тонн строительного мусора. Процентов 80 вывезено материалов от разборки. На данном этапе происходит сортировка полученных от разборки материалов, то есть металлолом на Могилев-Торчермет. А бой железобетона вывозится на организацию для утилизации. С этой же площадки видна и начальная точка дубль трассы – Кольцо космонавтов. Семь километров – это вся дорога. Строить ее будут в три этапа. Первый участок стартует отсюда и будет идти до улицы Пысина. Второй очередью дорога пройдет от Пысина до Городщины. На этом участке необходимо будет снести гаражи, за которые все владельцы получат денежную компенсацию. И третья, финальная очередь – от Городщины до Грюнвальской. Здесь обойдутся без сноса. Самым масштабным в плане переделки строители называют первый участок. В дальнейшем будут производиться работы по переключению коммуникаций, прокладки новых газовых сетей, электросетей. Водопровод переустраивается будет, будут переустроены теплосети. В дальнейшем будут производиться работы по возведению насыпи. Вообще строительство трассы-дублера – потребность времени. При въезде в Могилев нас, конечно, встречает широкая красивая дорога. Но случись ремонт – и добрая половина города станет в пробку. Недавняя реконструкция путепровода на Якубовского показала все проблемы на лицо. Поэтому водители за проект – обеими руками. Обычно вот так вот, часа в четыре, вот и до семи, вот так вот. Ну, небольшие пробки, но есть. Пробки появились. А это как мешает и народу, и все-таки мы дышим этим. И поэтому я считаю, что это дело хорошее. Если только мы вот так вот здраво-рассудительно обдумать, это хорошо будет. Разгрузка будет трассой. Так что занимайтесь, пожалуйста. Данная дорога нужна. Она разгрузит Минское шоссе улица Якубовского, а также позволит жителям поселка Ямницка и улицы Ямницка свободно добираться в центр города, а также на кольцо космонавтов. Кроме того, трасса станет прямым путем грузовых авто на предприятие свободной экономической зоны. Среди нюансов проекта две основные железнодорожные ветки Могилев-Гомель и Могилев-Осиповичи прямо посреди трассы. Поэтому через них на первом этапе будут специально строить два путепровода на 260 и 33 метра. А еще устроят развязку на Ямницкой и съезд на улицу Пысина. Про конкретные сроки говорить не приходится. Все зависит от финансирования. Но то, как трасса должна выглядеть в итоге, впечатляет. По три полосы в каждую сторону. Общая ширина дорожного полотна 17 метров. Плюс велодорожка и пешеходная зона. В общем, ожидания стоят того. Ведь в Могилеве появится магистраль, аналогов которой пока нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова